Продолжение следует... Не было еще никогда. Звоните сейчас по телефону в Сургуте. 600-190. Сипромстрой.ру Это программа новости Сургут-24. Здравствуйте, меня зовут Ефим Ушимцев. И в начале выпуска коротко о главных темах. Сургутский полигон твердых бытовых отходов должны рекультивировать до середины 2026 года. На это может уйти до полутора миллиардов рублей. Нет предела совершенству. В городском поселении Федоровский продолжают благоустройство парка «Мечта». И сургутские выпускники впервые в истории сдали единый государственный экзамен по китайскому языку. Сколько смельчаков пришли в подготовленную аудиторию? Нужно 150 миллионов рублей. В Думе Сургута рассказали о состоянии муниципального здания на Майковского, 15. Оно ранее было признано аварийным. Однако власти города не стали от него отказываться, а решили вложиться в реконструкцию. Это позволит перевести сотрудников нескольких ведомств из арендуемых офисов на улице Гагарина и снизить нагрузку на бюджет. Сейчас ежегодно мэрия платит за предоставляемые помещения около 50 миллионов рублей. Речь идет о переезде департаментов образования и городского хозяйства, а также муниципального управления дошкольными образовательными учреждениями. По предыдущим расчетам, на то, чтобы привести помещение на Майковского в порядок, требовалось около 50 миллионов рублей. Их запланировали в бюджете, однако теперь смета значительно выросла. Если изначально по расчетам предварительно при корректировке старого бюджета, который уже был для размещения службы, была рассчитана сумма порядка 50 миллионов рублей, то после подготовки в мае-миссии технического задания на проведение с учетом как раз замены, ремонта всех инженерных сетей, перепланировки дополнительных требований выполнения, сумма увеличилась. Учитывая, что сумма действительно увеличилась в разы, до сих пор на сегодня не принято решение о проведении проекта и изыскании этих средств. Сумма выросла настолько во многом из-за необходимости реконструкции инженерных сетей. Это прописано в техническом задании. Сейчас документ изучают специалисты Департамента имущественных и земельных отношений. Потребуется экспертиза, которая позволит оценить степень пригодности существующих коммуникаций. Депутат Богдан Гужва предложил вместе с коллегами рассмотреть расчеты и обоснования и после этого принять окончательное решение. Вопрос остался на контроле народных избранников. К нему вернуться осенью. Несколько напрягается цифра 150 миллионов просто ремонта для переоборудования, кабинетов и так далее. Вот вы сейчас говорите перепланировка, то есть это обыкновенные строительные работы у нас потянуты 150 миллионов. Я правильно понимаю? Не просто строительные работы, не просто ремонтные работы. Во-первых, необходимо выполнить перепланировку, так как у нас заявленные учреждения не помещаются в данном здании. Соответственно, нужно выполнить перепланировку, чтобы более грамотно разместить все учреждения, чтобы максимально эффективно использовать данное здание. Из основных критериев, которые обязателен в данном случае, это провести корректировку как по планировочной части, как по инженерной части, ну и, естественно, пожарной безопасности. Проект по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в Сургуте необходимо реализовать до июня 2026 года. Согласно сметной стоимости, эти работы обойдутся примерно в полтора миллиарда рублей. Об этом накануне в ходе комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию муниципалитета рассказал директор профильного департамента Кирилл Киселев. Сургутская мэрия оставила заявку на участие в федеральной программе «Генеральная уборка». По ее правилам сначала эксперты обследуют свалки, учитывая количество накопленного вреда, а затем их ликвидируют. Объект до конца этого года проверит комиссия, в составе которой представители Минприроды, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. После включения объекта в государственные рейсы в Министерство природных и ресурсов и экологии Российской Федерации будет осуществлено категориевание объектов в целях обоснования очередности проведения работ по ликвидации накопленного вреда в окружающей среде и принятия неотложных мер. Реализацию мероприятия по ликвидации объекта накопленного вреда, то есть рекультивацию, планируется осуществлять в рамках федерального проекта генерального уборка. Срок реализации федерального проекта генерального уборка согласно утвержденному паспорту федерального проекта составляет 22-30-е года. Напомню, что полигон природа, отведенный для складирования твердых бытовых отходов, был закрыт осенью прошлого года по решению суда. На данный момент мусор из нашего города вывозится на площадку в Сургутском районе. Он находится на 27-м километре дороги Сургут-Лентор. Как заверил директор департамента городского хозяйства, места для ТБО там достаточно. Четвертый квартал 24-го года до разрешения строительства нашего нового полигона международного муниципального. По информации от Сургутского полигона ЛТД, карты на сегодняшний день достаточно для складирования твердых бытовых отходов. Дополнительно разрабатывается еще одна карта. То есть до 2024 года департамент подлинный подтверждены наличия мест для спорта. Волейбольный клуб «Газпром Югра» узнал соперников по первому этапу Кубка России нового сезона. Турнир начнется 1 сентября. Наша команда попала в одну группу с «Казанским зенитом», «Белогорьем» и «Оренбургским нефтянником». Три клуба пройдут в полуфинал, образуя три квартета. Всего в этом раунде сыграют 12 коллективов. Матчи 1 и 2 состоятся с 3 по 6 ноября. В финал выйдут 4 команды. Они разыграют трофей с 23 по 25 декабря. Победитель турнира получит половину от общего призового фонда, который формируют из взносов и спонсорских средств. Серебряный призер получит треть. Оставшиеся финалисты по 10%. Археологическая тропа «Человечность» на Барсовой горе откроется уже этой осенью. На объекте исторического наследия через несколько дней стартует первый этап реализации амбициозного проекта. Помимо пешеходной тропы протяженностью почти 2 километра появится освещение, лавочки и урны. Появятся также арт-объекты с QR-кодами. Они расскажут посетителям об особенностях территории, животного, природного мира и основными этапами заселения урочища. Особенность в том, что вести работы с помощью тяжелой техники запрещено. В большинстве благоустройства здесь будут вести с помощью ручного труда. Торжественное открытие пока запланировано на 16 октября. Объект подразумевается выполнить до октября месяца. На данный момент подготовительная работа практически закончена. Это ограждение территории, для того, чтобы можно было сюда привезти арт-объекты, которые будут здесь установлены. И начнем где-то, наверное, через неделю сюда, наверное, первые объекты. Не все сразу, по очереди, по мере поступления, но будем их сюда вывозить и устанавливать. Тропа – первый этап строительства музейно-туристического комплекса Барсова гора. Обустройство обойдется в сумму около 75 миллионов рублей. Второй потребует столь же значительных вложений. Туристическая дорога пройдет по существующим тропинкам и поведет к объектам культурного наследия. Планируется разбить 15 локаций и две смотровые площадки. На сегодняшний день мы прорабатываем ряд вопросов с Департаментом промышленности о возможности финансирования в том числе из федеральных источников, в том числе и этого проекта. Это довольно-таки финансово емкий проект, который позволит сделать якорным его здесь, на территории Барсовой горы, и как точку притяжения всех туристических фирм, которые располагаются в Сургутском районе. Сделать еще лучше. Городское поселение Федоровский доставили часть оборудования для продолжения благоустройства парка «Мечта». С инициативой оснастить общественную территорию дополнительными источниками света и малыми архитектурными формами выступили жители. Продолжение темы у Татьяны Расторгуевой. Два года назад на месте парка «Мечта» в Федоровском был песчаный пустырь. Сегодня это главное место притяжения всех жителей. Здесь любимое место всех наших жителей. Не только детей, как вы сказали, а и жителей взрослых. И всех благодарят, всех говорят спасибо за такую красоту. Если просто вот сказать, за такую красоту, да. Это действительно получилось очень красиво и уютно. И люди просто приходят сюда. Особенно, когда погода. Здесь очень много людей нашего поселка, населения. Первые шаги в создании любимого места всех федоровчан начались в 2020 году. Тут расположились скейт-парк, спортивные детские площадки, прогулочная зона и первый в муниципалитете искусственный водоем у мост влюбленных. Спустя год после открытия жители заключили. Место хорошее, но не хватает освещения и малых архитектурных форм. Чиновники местных услышали. На дооснащение выделили 24 миллиона рублей. Мы отработали с одной организацией питерской и они нам предложили вот такие малые архитектурные формы. Дополнительно. Вот, которые вы сейчас видите, это стоят кашпо для цветов. Сейчас мы дальше пройдем. Я вам покажу, какие там установили круги такие, фонари, которые будут светиться. Плюс скамейки там разные. Появятся и прожекторы для водоема, беседки, скамейки и качели. В этом году в Федоровском преобразится не только парк мечта. Работы запланированы и на Аллее Московской. Проект стал победителем рейтингового голосования среди жителей. Стоимость благоустройства 40 миллионов рублей. В Аллее Московской предусмотрена пешеходная зона. Длина пешеходной зоны порядка полутора километров, а также обустройство малых архитектурных форм, озеленение, освещение. Всего в этом году на благоустройство в Сургутском районе потратят почти 180 миллионов рублей. На эти средства в том числе преобразят пять общественных пространств в Нижнесартымском, Хунтьягу, Нерускинской, Лямино, Ленторе и Федоровском. Татьяна Расторгуева, Валерия Кудрявцева, Денис Зонов, Сургут-24, Федоровский. Первый за последние несколько лет полноценный концерт в честь Дня Молодежи в воскресенье покажет телеканал Сургут-24. Праздник же будут отмечать все выходные. Программа включает несколько фестивалей. К их числу можно отнести Алые Паруса для выпускников, Бал Фей в городском парке культуры и отдыха и спортивные мероприятия. Финальной частью станет масштабный опен-эйр на Центральной площади. 26 июня на сцене для молодежи будут играть местные музыканты. Это рэп-исполнители, кавер-группы и диджей. Наблюдать за праздником в режиме реального времени можно будет на нашем канале. Трансляция начнется в воскресенье в 17.00. Мы ждем всех, и молодежь, и немолодежь. И я думаю, что тем, кто не совсем молод, тоже стоит прийти и посмотреть, чем поют, что слушают, чем увлекаются наши молодежи. Остальных мы ждем всех, без ограничений. Будем рады видеть, если на площадь придет много молодых ребят из наших сургутян. И даже если будут приезжие из других территорий, мы тоже будем рады. Сургутские школьники впервые сдавали ЕГЭ по китайскому. Устная часть состоялась сегодня, в резервный день проведения экзамена. Первопроходцами в этом направлении стали два выпускника. Изначально было заявлено четыре, однако остальные изменили свой выбор, что в целом, как отмечают учителя, весьма обоснованно. Школьная программа не подразумевает изучение этого иностранного языка, а значит, вся подготовка ложится исключительно на плечи ребенка. Как готовились самые смелые сургутские полиглоты, и кто оценивает качество их произношения, узнавал Дмитрий Крукавец. На первый экзамен по китайскому языку в Сургуте выпускники пришли уверенные в своих силах. Они изучают дисциплину уже не первый год, а кто-то планирует даже связать свою будущую карьеру с Поднебесной. В данный момент у меня очень много планов на использование данного языка. Я, в принципе, хочу еще раз посетить эту страну и связать свое будущее с Китаем и развивать международные отношения между Россией и Китаем. Я бы хотела работать в переводческой сфере, наверное, с синхронистом, переводчиком, может быть, востоковедом, работая с аналитической информацией. Второй сургутский выпускник рассказал, что изучать китайский начал давно, однако он для него непрофильный. Юноша оценил текущую ситуацию на рынке труда и спрос на специалистов, знающих этот диалект, и решил, что навык станет его преимуществом перед другими коллегами в будущем. Я вижу большое преимущество среди других человек из-за работной платья для работы с условностями. К сожалению, в детстве был интерес развиваться в китайском языке, но сейчас уже нет. Сейчас у меня поменялись планы, потому что я повзрослел, и разные интересы появились другие. Собираюсь поступить в IT-колледж. Изучали язык ребята в частных школах и даже проходили практику в Китае. Они в своих силах уверены, поддерживают их и учителя, однако сами оценить уровень знаний, к сожалению, не могут. Мы китайскому языку не обучаем. Наша ученица самостоятельно изучала китайский язык. Он ей нужен для дальнейшей траектории своей жизненной. Китайский язык мы у нее не проверяли, потому что в школе нет специалиста, изучающего китайский язык, и китайский язык у нас не входит в основную образовательную программу. Оценивать знания ребят и выставлять баллы будут не в Сургуте. К этому привлекут федеральных экспертов. Сегодня у нас устная часть, раздел «Говорение». Соответственно, дети издают в течение 14 минут, потом это все упаковывается и передается в региональный центр обработки информации. Уже оценивают специалисты, учителя, профессоры по китайскому языку. Всего в России в этом году заявление на сдачу ЕГЭ по китайскому языку подали 480 школьников. Ознакомиться с результатами ребята, которые сдавали экзамен сегодня, смогут уже на следующей неделе. Дмитрий Курковец, Мария Ливанян, Денис Зонов, Сургут-24. Около тысячи абитуриентов уже подали документы в Сургутский государственный университет. Приемная кампания стартовала в начале недели, 20 июня. Предоставить заявление и аттестат по-прежнему можно почтой, онлайн или лично. В этом году, согласно постановлению президента Российской Федерации, отдельная специальная квота на бюджетные места выделена для детей участников специальной операции на территории Украины. Согласно документам, это примерно 10% от общего числа бюджетных мест. В этом году у нас количество бюджетных мест чуть больше. Это более полутора тысяч бюджетных мест. Это на такие уровни образования, как поколавриат, специалитет, магистратура. В том числе мы выделили бюджетные места для целевой квоты, для особой квоты и для специальной квоты. В этом году наибольшее количество бюджетных мест выделено информационно-техническим специальностям медицинскому блоку, а также и респруденции и экономике. Отметим, что среди абитуриентов уже не первый год самыми популярными остаются отделения лечебное дело и почти все направления подготовки политехнического института. Завершится прием документов 25 июля. Тем, кому предстоит сдавать вступительные испытания, стоит поторопиться. Набор абитуриентов закончится на неделю раньше, 18 числа. У меня была мечта с детства поступить в медицинский факультет, но теперь я уже передумала и хочу либо медицинский, либо педагогический. Она закончила в 2004 году. Какое направление выбрали в строительство? Политехнические направления. Ну, как бы, нравится просто типа физика и математика. Ну, думаю, что смогу поступить на бесплатное. В преддверии юбилея для школьников Сургута провели экскурсию по 49-й пожарной части, что на улице Крылова. Там прошел день открытых дверей. Юным горожанам рассказали о профессии огнеборцев, о том, как устроен пожарный автомобиль, показали содержимое его отсеков. Ребята смогли посидеть в спецмашине и сделать фото на память. Также гостям продемонстрировали работу оборудования, с помощью которого спасатели могут находиться внутри задымленных помещений. Смотрите, тут баллон за спиной, его хватит на 30 минут работы. У каждого пожарного есть такая штука, называется манометр, чтобы посмотреть, какое там давление и насколько его хватает еще работать. Всем понятно все? Да. Также есть панорамная маска, для того, чтобы видеть, что мы тушим. Сейчас попробуем. Сейчас, помогу немного. Надо вдох сделать. Будет удар поздно, пока не сильно. Все, дальше дышите спокойно. Вот так пожарный дышит. Также сургутских учеников познакомили с сотрудниками отдела дознаний и рассказали о лаборатории, где проводят экспертизы для определения причин возникновения пожаров. Специалисты этого ведомства 18 июля отметят юбилей 95 лет со дня образования Государственного пожарного надзора. Я думаю, что ребята просто в восторге от данного мероприятия, которое нам организовали данные сотрудники. Очень интересно, море впечатлений, эмоций. То есть на весь день, думаю, что будет много разговоров о посещении данного места. Я думаю, что чаще надо проводить данное мероприятие. Почему? Потому что дети все-таки будущая профессия, которая им предстоит будущую профессию, которую им предстоит выбрать, возможно, кто-то сегодня и определился с будущей профессией. За высокими показателями большой труд. Насыщенная история сургутского управления буровых работ номер 2 ПАО «Сургутнефтегаз» свидетельствует о сплоченности, инициативности и высоком мастерстве коллектива предприятия. Рекордные скорости производственных успехов подразделения это результат профессиональной работы каждой бригады. Но без электричества на буровой никак. О задачах энергетиков и мастерстве электромонтеров расскажет наш корреспондент Мария Ливанян. Победа за победой, разработка самых сложных месторождений, слаженность сплоченного коллектива. Именно такая слава была в 80-е годы у сургутского управления буровых работ номер 2. Мечтой многих молодых, целеустремленных нефтянников было работать именно в этом подразделении. Впервые на буровой Андрей Иванович оказался 34 года назад еще совсем юношей, который только закончил обучение и вернулся из армии. Ему, как и всем в то время, хотелось сделать свой вклад в освоение недр родного края. Как отметил сам заслуженный пельдовик производства, на буровую шли не за деньгами, а за романтикой. Конечно. Если бы видели, какие тут рассветы, закаты. Утром вот работаешь ночную смену и все так встречаешь. Ну, красота. Красота. Мне до сих пор нравится. Я с удовольствием езжу на работу. Спустя хотя столько лет. Казалось бы. А в те времена, ну, в советские времена, когда еще были соцсоревнования, знаете, тут вообще все кипело, крутилось, вертелось. Сейчас, уже многие годы спустя, ветеран ПАО Сургутнефтегаз передает свой опыт молодежи, совершенствуя с ними приобретенные навыки. Андрей Иванович пользуется большим авторитетом, передает свой опыт молодежи, учит, является очень хорошим наставником, воспитал много молодых специалистов, которые продолжают работать и дают большие результаты нашим структурным подразделениям. Общее стремление к достижениям и сплоченность нефтянников не раз приводила бригаду на рубеж в 100 тысяч метров проходки горных пород. Буровая бригада номер 3 при непосредственном участии Андрея Ивановича 13 раз достигала этой отметки. На Буровую только по любви отмечает грамотный электромонтер. Бригада для меня второй дом. Мы так говорим, что это для нас. Приезжаем сюда и это наш второй дом. Потому что действительно 15 дней работаем, 15 отдыхаем. Поэтому коллектив на Буровой небольшой. Естественно, как скажем, здесь остаются и работают только те, кому это нравится, кто хочет работать. Своим доблестным отношением к делу Андрей Роговский заслужил уважение и авторитет среди коллег. За 34 года работы в Сургутнефтегазе у него накопилось немало наград. Звание почетный нефтяник и ветеран труда ПАО Сургутнефтегаз. Его имя занесено на доску почета сургутского УБР-2. Он имеет множество почетных грамот, в том числе от губернатора Югры и от Министерства энергетики Российской добыча нефти Западной Сибири. Мария Ливанян, Сергей Кондаков, Сургут-24. Это все, что мы успели рассказать к этому часу. Корреспонденты телеканала Сургут-24 продолжают следить за развитием событий. Самая актуальная информация в удобное для вас время доступна в официальных аккаунтах в Телеграм, Вконтакте и на нашем сайте www.indefisnews.ru Впереди еще прогноз погоды после коммерческого блока. Я благодарю вас за внимание и желаю вам хороших выходных. Скоро в Сургуте. Одно из крупнейших в России официальных представительств по доставке автомобилей из Америки Автодеск. У нас можно заказать машину из США с выгодой до 50%. Заходите на сайт автодеск.про и выбирайте свой будущий автомобиль. Новое измерение вкуса в пицца-фабрике Нео Пицца Нереальное сочетание мясного сорти, сочных овощей и двух видов соуса. Закажите на пиццафабрика.рф Телеплюс провайдер твоего города. Летняя распродажа рекламы на ЛАВ-Радио Скидки на размещение роликов до 70%. Широкий охват аудитории Мы вещаем в Сургуте, Нефтьюганске и обоих районах Оперативность Вашу рекламу услышат мгновенно Узнайте подробности по телефону в Сургуте 22-12-22 Отсоединяйтесь 1 сентября по 31 августа 2022 года Домашние и дикие Дружелюбные и опасные Популярные и экзотические Такие разнообразные животные Встречайте их В познавательной программе для детей и взрослых Усы, лапы и хвост Смотрите каждое воскресенье в 11.00 на телеканале Сургут24 Окружной паблик ВКонтакте ОМедиа Югра Увидели что-то интересное? Узнали что-то важное? Хотите рассказать об этом всей Югре? Пишите Присылайте фото и видео в сообщения группы ОМедиа Югра Станьте нашим ньюсмейкером ОМедиа Югра Не грузятся картинки? Пропали лайки и клики? Радио ускорит ваш бизнес Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов В машину В автобус В офис Реклама на радио Выгодно Эффективно Просто Выбери радио Авторадио Энерджи Дачи Русский хит Лаврадио Позвони 221-222 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин